Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристины Арабина. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. На этой неделе в Анапе продолжали оказывать помощь беженцам из Украины. Каждый день специалисты администрации проводят приемы вынужденных переселенцев и разъясняют права и обязанности этой категории на территории России. Для еще более эффективных консультаций приемы проводят совместно с представителями отдела УФМС. Так, на очередном из приемов начальник отдела Федеральной миграционной службы Андрей Дубошин разъяснил гражданам Луганской и Донецкой областей правила оформления статуса временного убежища. И на этой же неделе для оформивших статус временного убежища или получивших патент на работу в Центре культуры Родина прошла ярмарка вакансий. Санаторно-курортные предприятия Анапы готовы предоставить рабочие места на законных основаниях беженцам из Украины. Кроме того, продуман и уже действует процесс регистрации закрепления за анапскими школами первоклассников, прибывших из Украины. Для максимального комфорта при приеме детей в школу учитывают место фактического проживания семей беженцев. И понимая сложность финансового положения, действует распоряжение выдать бесплатно учебники и канцелярские товары первоклассникам из Украины. Глава города-курорта Сергей Сергеев распорядился привести внешний вид Анапы в идеальное состояние. Ко дню города все должно быть безупречно. И на этой неделе работники дорожно-ремонтной службы и ЖКХ начали выполнять задания. Поручение обновить дорожную разметку и покрасить бордюры начали выполнять с центральных улиц. На этой неделе был поднят вопрос о самой проблемной теме курорта. В пик курортного сезона отключение электроэнергии вызывает массу негативных эмоций у отдыхающих янапчан. В сюжете мы показали лишь маленькие подробности того, почему городу не хватает электричества. Они-то и становятся причиной глобальной проблемы. Планируя строить гостиницу несколько этажей, застройщики брали разрешение на ИЖС с нормой потребления 15 киловатт. Потребляют по факту столько, что трансформаторы от перегрузки просто сгорают. Безучетное и бездоговорное потребление энергии чревато серьезными наказаниями. На этой неделе в Анапе стартовал 9-й фестиваль Союзного государства творчества юных. Как отметили организаторы фестиваля на пресс-конференции, Анапа для проведения этого мероприятия выбрана не случайно. После отборочных конкурсов в России и Беларуси на фестивали попадают самые талантливые мальчишки и девчонки. Южное солнце, море и море кубанских фруктов – своеобразное поощрение и подарок за старание юных талантов. Для Анапы прием фестиваля – еще один бонус к престижу курорта. В этом году творчество юных сравнили с новой волной в Юрмале. Только в Анапе зажигаются всем еще юных звездочек. И наверняка, побывав здесь хоть раз уже взрослыми, эти таланты снова и снова будут приезжать в ту самую Анапу из детства. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Санитарные пятницы – хорошая привычка и традиция курортного города. И ее никто не отменял. Красивая бабочка – вредная гусеница. В Анапе объявлено введен в действие план уничтожения белой американской бабочки. Нестандартный случай. Вынужденная переселенка из Украины добилась личного приема специалистов УМС на дому. На ловца и зверь бежит. Инспекторы роты ДПС, проверяя, как соблюдаются правила пассажирских перевозок, призвали к совести нарушителей правил обгона. И сейчас обо всем подробнее. Еще в январе 2005 года Советом депутатов утверждены в нашем городе правила содержания и благоустройства территории. Санитарные пятницы никто не отменял. Но, по мнению главы города, их зачастую игнорируют владельцы магазинов, парикмахерских кафе. Об этом свидетельствуют грязные тротуары, заросшие клумбы и утопающие в пыли прибордюрка. Пятница, утро. На улице Чехова в одном торговом ряду сразу несколько магазинов. Обращает на себя внимание павильон агрокомплекса. Территория вокруг него не только захламлена. Неопрятная полузасохшая клумба встречает покупателей. Свалка мусора организована и на заднем дворе. И, несмотря на ряд предупреждений, у магазина регулярно складируются пустые коробки. В городе-курорте категорически запрещено что-либо складировать. Для этого у вас должны быть в магазине отведенные места. Старший продавец магазина Нина Головенькина рассказывает, что приезжает она на работу в половину шестого утра. Тем более, есть время навести вокруг порядок. И это должно стать правилом без напоминаний для всех. Продукция у вас великолепная, магазин у вас великолепный. Состояние перед входом магазин должно быть соответствовать. Сейчас будет. За видео специалиста в управлении муниципального контроля за веники берутся продавцы магазина «Благомясо» и «Юровский рыбзавод». Непонятно, почему надо дожидаться тех, кто накажет или заставит вокруг себя поддерживать порядок. Открещиваются и от территории заросшей амброзии. Но каждому магазину на прилегающей территории по 15 метров вправо и влево придется из лосный сорняк убирать и окурки. Ведь здесь же в этом ряду есть маленькие магазинчики, следящие за порядком без напоминаний. Как часто вы убираете? Каждый день. Чисто и рядом у магазина живые цветы, но зато клумба на входе не соответствует названию торговой точки. На владельца павильона шиномонтажки будет составлен протокол. Почему у вас за вашим павильоном идет складирование непосредственно ваших вот этих широк? Почему для ваших нужд? Для ваших нужд должно быть все у вас внутри. Везде нам пытались объяснить, что много работы и некогда заниматься уборкой. Странно, что об этом говорят те, кто привлекать к себе клиентов просто обязан. На улице Ленина у парикмахерской «Браво» давным-давно на клумбе никто не убирался и хозяйку пришлось вызывать по телефону. В связи с тем, что в городе существует санитарная пятница, и вот мы сегодня делаем рейд по санитарному состоянию прилегающих территорий. У вас прилегающая территория к вашей парикмахерской в настоящий момент находится в антисанитарном состоянии. На то, что от банкоматов напротив летят квитанции, а бутылки и окурки на прибордюрке дело привычное, уже никто не обращает внимания. Дворник коммунальщика поясняет, что это уже не ее территория. У продавца тоже есть оправдание, а в результате выглядит наш город зачастую так, как аптека на улице Ленина 29. Здесь уборщица, говорят, убирают только утром. И потом целый день вот такое безобразие у крыльца. В управлении муниципального контроля приглашен и застройщик дома на углу улиц Краснодарской Гоголя. В этом немаленьком доме теперь несколько хозяев, а порядок вокруг этой стройки по-прежнему наводят работники управления капитального строительства. Всем остальным владельцам не по статусу похожа такая работенка. В Анапе по муниципальному заказу продолжают проводить защиту многолетних зеленых насаждений от вредителей. Для этого из городского бюджета выделили 990 тысяч рублей. В настоящее время особое внимание уделяют обследованию старых очагов распространения карантинного опасного вредителя – американской белой бабочки. На территории города-курорта началась повторная обработка деревьев от карантинного опасного вредителя растений – американской белой бабочки. В этом году наблюдается массовое развитие этого вредителя. Особенный вред насекомое наносит после появления второго поколения, более многочисленного, и от него значительно больше урона. Гусеницы этой бабочки полностью уничтожают листву на деревьях. Насекомое повреждает порядка 150 видов растений и кустарников. Излюбленные растения – это клен ясенелистный, шелковица. Но в этом году, особенно второе поколение, конечно, удивляет, вплоть до того, что гусеницы находила даже на березе, чего практически за время моей работы никогда не было, и даже на иве, которая почти никакими вредителями не повреждается. Специалисты ЖКХ на многолетние насаждения распыляют специальный раствор, безопасный для людей, животных и птиц. Обрабатываются все растения, находящиеся на муниципальной земле – в парках, скверах, курортах, близи школы, детских садов. Многие анапчане обращаются с жалобами в управление ЖКХ. Возмущаются, что работы по уничтожению гусениц не ведутся. Но обработка растений проходит в 6 утра, когда люди еще спят. Граждане видят деревья, которые имеют несколько неприглядный вид, но и звонят, что на нем масса гусениц американской белой бабочки. Но гусениц как таковых нет, потому что была проведена обработка и остались только остатки мертвых гусениц. Всего в Анапе обрабатываются от вредителя американской белой бабочки 11,5 тысяч зеленых насаждений и почти 7 тысяч растений. В станице Анапска решена проблема подтопления улицы Набережной. Ранее во время проливных дождей здесь всегда стояла вода на улице и даже во дворах. Теперь станичники могут забыть о прошлых бедах. Сильный ливень – самый нежеланный гость в станице Анапска на улице Набережной. После проливных дождей вся улица буквально тонет. Спасатели службы спасения приезжали уже не раз, помогая станичникам выплывать из собственного двора. На беду жителей откликнулись городские власти. Было МЧС у нас. Кто только не приезжал. Значит, первый раз приехали в МЧС, но они помогли нам, только откачали воду. Здесь нас в этом году трижды топило, в доме вода была. Вот мы написали заявление на главу администрации. Значит, что просмотрели это дело? Глава администрации откликнулся. Для устранения сложного положения на место вызвали бригаду рабочих, которые спецтехникой разрыли дорогу и заложили новую трубу в один узел. С помощью него будет обеспечен быстрый проход сточных дождевых вод. Сегодня мы закладываем трубу, проходимость которой в диаметре метр, 12 метров длина трубы. Я думаю, с этой проблемой будет покончено. Оказывают помощь в работе и сами жители улицы Набережной. Люди очень долго ждали изменений. И теперь, когда вопрос решился, очень довольны и благодарны. Большое спасибо главе города Анапы Сергею Павловичу за его внимание к нам. А то нас топило, сейчас вода постоянно во дворе. Все дождь, не дождь, мы всегда выходим на улицу и работаем. Со временем дорогу заасфальтируют. Теперь ни дождь, ни снег не будет страшен для станичников, проживающих на улице Набережной. Многодетная мать, покинув территорию Украины, временно поселила станица Благовещенская. О том, что делать дальше и как законно оформить свое пребывание в России, женщина нигде не узнавала. На консультацию в станицу Благовещенскую выехал сотрудник отдела УФМС, чтобы разъяснить женщине ее права и обязанности. Многодетная семья временно обосновалась в доме в станице Благовещенской. Уезжать из Анапы не хотят, претендуют на постоянное место жительства под Южным Солнцем. И отказываются от возможностей программы переселения соотечественников. Даже предвидя трудности в семье шестеро детей, надо снимать жилье, готовы рискнуть. Со школы у меня вопрос решили, Евгений Иванович, по-моему. Завтра я встречаюсь с директором школы, у меня пять учеников. Один идет в училище, он закончил у нас первый курс в Иоаннске, и вот я хотела его в кулинарное училище здесь. И столкнулась с такой проблемой, мне сказали, нужна регистрация. Сотрудник отдела УФМС Сергей Бейтулаев подробно рассказывает правила, возможности для беженцев и последствия незаконного пребывания в России по истечению срока. В вашей ситуации, если вы не хотите оформлять себе временное убежище, то вы должны себе оформить либо разрешение на временное проживание, либо патент. Что такое патент? Патент на работу, который дает вам право работать и, соответственно, пребывать в законной территории Российской Федерации. Но вопросов у заявителя все равно остается много. Законы государственной программы идут в разрез с желаниями женщины. Например, выплата пособий на детей и другие социальные дотации. Выплачивать пособия на детей, содержать, обеспечивать жильем, трудоустраивать. У нас на это есть 49 регионов Российской Федерации. Краснодарский край в эти регионы не входит. Потому что Краснодарский край переносилен. Короче, вы мне предлагаете себе собрать вещи и уехать. И хотя вопрос не по адресу и вне компетенции сотрудников миграционной службы, женщины подробно объясняют, как законно использовать свои права. Случай уникальный. Идя навстречу беженцам, анапчане всегда готовы оказать информационную и квалифицированную юридичность. Собирают гуманитарную, помогают продуктами. Кто чем может. Но вот такой случай – консультация на дому конкретной семьи, где все здоровые могут передвигаться самостоятельно – один на тысячу беженцев из Украины. Напомним, консультации по вопросам оформления статуса временного убежища или патента на работу проводят специалисты отдела УФМС по адресу улица Шевченко, 237. Очередная сессия депутатов Совета состояла с администрацией города-курорта. Подробнее о проектах и решениях в нашем следующем сюжете. Принято решение внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования. Он приводится в соответствие вступившими в силу новшествами федерального и краевого законодательства. Муниципальные выборы возвращены в мажоритарную систему абсолютного большинства, когда избиратель голосует за конкретного кандидата в главы муниципального образования и депутаты Совета, а не за обезличенный партийный список. Звание почетных гражданин муниципального образования города-курорт Анапа удостоены заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный работник курортов и туризма Кубани, кавалер Ордена Дружбы, кандидат медицинских наук, генеральный директор санатория Анапа Борис Рогозян и руководитель городского народного концертного духового оркестра Валерий Степанов. Медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа награждены заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани, исполнительный директор Анапа Гургаз, Надежда Баклина, преподаватель детской школы искусств номер один Марина Кашуба и кавалер медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, директор санатория Аквамарин Георгий Сингеров. Принято решение о частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц. Внесены изменения в положение об управлении имущественных отношений и прогнозный план приватизации. Депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета муниципального образования на первое полугодие 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, исполнение по доходам составило 113,7%, по расходам 108,8%. Расходы по отраслям социально-культурной сферы на 16,5% выше расходов за аналогичный период прошлого года. Их удельный вес в общей сумме расходов составил 76,3%. К другим темам. В Анапе по маршруту движения городского транспорта благоустраивают остановочные павильоны. Какие именно изменения заметны на остановках, расскажет Алина Гумерова. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева, специалисты управления по транспортной связи, совместно с сотрудниками МБУ Центра развития, возобновили работы по благоустройству и оснащению остановочных пунктов на территории города. Теперь на остановках размещена информация с названием улицы, социальная реклама, расписание, интервал, а также карта схема движения всех городских и пригородных маршрутов. Теперь горожане и гости курорта при ожидании на остановке общественного транспорта могут узнать, как долго им ждать автобус или маршрутку. Первыми решили оборудовать самые оживленные остановки в разных районах Анапы. Всего предполагается установить 90 информационных плакатов на всех остановочных комплексах города. По окончанию курортного сезона, в преддверии осенно-зимнего периода, решили обновить. Как вы считаете, жителям нужна такая информация? Во-первых, это регламентировано постановлением правительства о правилах пассажирских перевозок. Ну и в том числе это улучшить информирование населения о пассажирском обслуживании. До 1 сентября планируется завершение всех работ по информационному оснащению остановочных павильонов на территории города. Дальше работа будет продолжена и в сельских населенных округах. Сотрудники роты ДПС провели ряд проверок по основным маршрутам услуги джипинг в курортном селе Витязево и Варваровке. Итог охоты за два дня – ни одного нарушения. И это результат постоянной и эффективной работы инспекторов. Правда, пока оперативная группа патрулировала дороги в поисках джипов, к ответственности привлекли несколько нарушителей по статье «Обгон по обочине». Пассажирские перевозки и детские, услуги джипинга, нарушения правил дорожного движения разные, и цели профилактических и контрольных мероприятий тоже разные. Цель данного рейдового мероприятия – контроль дорожного движения, а именно такие правонарушения, как езда по обочинам, перевозка детей и другие административные правонарушения. Во время проведения очередной профилактической акции, направленной на безопасность дорожного движения, инспекторы Анапской роты ДПС составили несколько протоколов на нарушителей правил обгона. Желая сэкономить время, водители решили обогнать колонну на въезд в город по обочине и поплатились. Во-первых, тем самым временем, которое якобы сэкономили, но задержались для составления протокола. Во-вторых, штраф за каждое такое нарушение в денежном эквиваленте составляет 2500 рублей. Торопиться и нарушать явно не стоило. На Кубани проходит месячник безопасности. В целях профилактики спасатели Анапской пожарной охраны проводят работу с населением и разъясняют жителям правила пожарной безопасности. Анапчанам спасатели раздают памятки и буклеты с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб. Почти половина возгораний в частных домах и квартирах возникает из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправности проводки. Обращать внимание хотелось бы на электропроводку. Чтобы не допускать перегрузок. Потому что в летний период, когда большая нагрузка, случаются пожары от короткого замыкания. Поэтому не только мы должны эту работу проводить, но и каждый житель нашего города-курорта нужен соблюдать основные правила пожарной безопасности. Распространенная причина пожаров оставлены включенными приборы – электрообогреватели, телевизоры, кондиционеры. Гражданам рекомендуют быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня. Напоминаю, при обнаружении пожара сообщите о возгорании по телефону 01 или с мобильного 112. К другим темам. Юбилей 90 лет отметила анапчанка Валентина Степануха. Валентина Васильевна – обладательница высокой награды СССР Ордена Ленина за выдающиеся заслуги в трудовой деятельности. В гостях у именинницы побывала наша съемочная группа. В доме на улице Кати Соловьянова 16 августа отмечали праздник, потому что именно здесь живет долгожительница, любимец и соседей Валентина Степануха. От имени главы города-курорта Сергея Сергеева имениницу пришли поздравить с председателя анапского филиала Кубанской краевой общественной организации «Герои Отечества» Олег Пухкалов и руководство Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир». Примите в этот день, в этот знаменательный день, день вашего юбилея, 90 лет. Это все-таки такая замечательная дата, уже серьезная. Поздравление от администрации муниципального образования города-курорта НАПА, лично от главы. Валентина Степануха родила 16 августа 1924 года в поселке Суко. Ее родители – люди рабочие. Трудились в моршколе, где после войны работала и сама Валентина. Помогала отстраивать все, что разрушили немцы. На долю Валентины Васильевны выпало немало трудностей. Но они только закаляли ее характер. Дрова рабочим заготавливали. Вот директор вызывает меня. Ну, коренная, суковская. Ты все дороги там знаешь. Поедешь лет заготавливать дрова рабочими. Ездили, заготавливали. Руки все в монзелях были. Сегодня долгожительница окружена заботой и вниманием. Живет вместе с дочкой и внуками, которые за ней и ухаживают. В свой 90-й день рождения уже с самого утра Валентина Васильевна принимает поздравления от соседей и представителей ТОС. Пожелать ей на еще 90 лет, на еще доброго здоровья, тетя Валя. Оставайтесь такая же, как вы есть. Добрая, хорошая, замечательная соседка. Цветите, процветайте. Секрет ее молодости и долголетия, признается Валентина Степануха, совсем прост. Работа и движение. Работать надо. Не сидеть, сложая руки. А то вот ходят. Но они же не работают. Наше ее мужение. А я всю жизнь работала. Всю жизнь. Как и шаг. Жизнь прожить, не поле перейти. На долю старшего поколения выпало много испытаний. Тяжелое детство, война. Но эти бабушки и дедушки удивительно оптимистичны. Старость для них не повод унывать и сидеть, сложа руки. Каждый день находят себе занятия и остаются незаменимыми в семьях своих детей и внуков. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды. Салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы и Золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, Золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь. В субботу 23 августа в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью 22 градуса тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. В воскресенье 24 августа малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31, в ночь на понедельник 24 градуса тепла. Ветер переменный северо-восточного и северного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Продолжение следует...